дорогие друзья подписчики моего канала какой небольшой видосик решил запилить не сильно касающийся рыбалки но хочу показать чем занимается холостой блогер 45 лет мне не только на рыбалке но я готовлюсь и завтра суббота воскресенье надеюсь выберусь на рыбалочку ну холостяки тоже как это говорится не только заказывают еду на дом еще на иногда готовят хочу сейчас замутить куриную печень вот она печень я конечно не умею ролики снимать про готовку на готовлю время от времени сковородочка все ребята сейчас переходим к грицам говорящие руки если кого-то интересует конечно классные рецепты кто умеет готовить это обращаемся на канал евгений я думаю уже многие знают евгений нестеренко ссылочку приложу в описании внизу все ребята готовимся может кому-то это будет интересно вот она печень вот сковородка масло не будем рекламировать не знаю какое масло я все так по простецки по мужицки без всяких понтов и садридов тоже как это подделка даже открутить не могу были вместе с этим клапан взрываем ой правил ну ничего страшного берем это холостяцкий блин все так на максимум сковородочку масло нам побольше надо сразу говорю я не шеф-повар надеюсь что-то получится снимаю почти одним кадром но все равно будет ролик короткий поэтому сразу говорю сильно не парьтесь а это не такой рецепт что там прям идеальный ну попробуем так хорошо берем салон очку думаю сразу надо посолить какая-то кровь печени ну я вроде слил ну думаю пожарится солим не знаю сколько если пересолим ничего страшного так все на глаз делаем все наверно пойдет сразу перца я люблю остренькая день вижу все 6 перчик тут 6 сортов перца ну думаю сильно не будет страшно пускай конечно это лучше бы замариновать было ну и мне никогда поэтому я все очень быстро делаю чтобы ваше время не терять паприку любимую я паприку везде рыбу жареную любой продукт априку ну что сладкий перец ничего страшного не будет я зато дает классный все так что у нас вот осталось а кто у нас какой-то кориандр базилик давайте еще не сыпется так что делать ладно сейчас справлюсь салон очку высыпаем все сюда все нормально не переживайте это не такие уже страшные как говорится ингредиенты так что у нас тут а кетчуп смотрите черви опарыш тут же вода рыбацкий холодильник пустой все кетчуп кетчупа много не бывает ребята сразу говорю это не рецепт можете не записывать это я так готовлю все время экспромтом все очень быстро времени нету так соевый соус тоже на глаз он такой не сильно концентрированный ну мы все равно съедим даже если это что-то страшно получится я конечно не гения она любит руками ну как бы сами посмотрите в такой страх руками без как бы не очень возьмем ложечку перемешаем это все чик 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 до черта жидкость какая-то ну ладно уже сливать не будем посмотрим мне кажется соли маловато надо еще чуть-чуть блин угла на не пересадите ребята лучше потом так что у нас со сковородочкой руку не будем конечно сувать туда я весь процесс не буду показывать роль коротенький потому что готовимся на рыбалку может даже завтра поеду скорее всего послезавтра кстати ребята если кому-то интересно конечно не в тему уже как бы лед зима да у нас может еще где-то нету я хочу запилить домашний обзорчик на приманочки летний на который ловил вы сами видели в октябре клёв был не очень как бы ну все равно ловил покажу какие-то приманки конечно оторвал но я покажу китайцев который ловят кому-то будет интересно я думаю потому что мы не все могут купить там японский воблер за 15 тысяч деньги там за 10 до 12 у кого-то средств маловато ну я тоже стараюсь экономить это как говорится есть средства ну зачем покупать за 15 тысяч воблер если можно сын сот тысячу тенге поймать тех же щук нормально плавиться так мара можно пробовать давайте маленький кусочек попробуем бросить да похуй на немаленький они чудом и киво и она тут что такая прям конкретная ладно о да уже нормалек все ребята вываливаем равномерно можно было что конечно нагреть ну ничего мы сильно не паримся печень готовится быстро кстати ой что-то я переборщил с маслом то ну ничего сольем лишнее не думаю что грамба надо было все таки и подсушить маленько ну я сгорю времени маловато все к этому все сюда отправляем ничего соль нормально еще посолим давайте еще посолим на всякий случай думаю уж сильно то не пересолю но мы чуть-чуть обжарим потом еще потушим чтоб она над думаю я не знаю рецепта ну я знаю что печень готовится очень быстро так руки чистые ложечкой делал ложечка ложечка у нас тут все у нас тут ну что-то у нас тут пригорает ребята ну по моему уже масло это не фонтан у евгений это хорошее масло настоящее на это где этот химияный раз нефти что ли выгнанное ну чё-нибудь приготовим так запах уже пошел непонятно какой ну гамушок не пригорело уже нормально мне кажется уже можно за такой был замариновалась уже можно сырой булок и до уксуса еще фиганусь и сделать печень кстати ребята если кому интересно напишите в комментариях пожалуйста можно сиделось печенье кстати ребята к этому коротенькому видео и пишите комментарии и какой комментарий мне понравится я как говорится подарю ну пару воблеров может блесна какие-то из моего ящика видели дают и разловленные конечно кому-то если интересно подарю ящик точно не знаю сколько ты смотри как она быстро готовится запах уже пошел замечательно вот конечно замариновать это чтобы она получше было здесь какие-то шкурочки сразу ребята говорю я не профессионал плохо тюрьме готовит хорошо тушеную картошку как-то сниму если вам конечно интересно если рыбалка мы будем рыбалку я думаю все равно кому-то будет интересно сильно нагрелась так убавляем на двоечку ну кого-то может там пять шесть положения все нормально не жмите оси камера потеет от пара бывает ладно эти ужасы перестану снимать и потому что может дети уже как бы с ними готовы и снимем пробу что у нас получилось ребята пишем комментарии может свои вегета рецептики из рыбы предложите я учусь готовить все все выключаются все давайте ну я лишь и тороплюсь а да это такое блюдо скоростной если например вам на рыбалочку рано утром ехать и вас есть печень я гарнир не буду готовить там гарнир ваш там картошка рис неважно там что-то замутите чем нравится самое главное ингредиент это печень мы забыли я вернее забыл не мы я забыл и лук все тоже по бырам уже не стала снимать чесночок поэтому не забывайте сейчас мы это быстро наступаем я не парюсь а она там все равно будет тушиться я закрою крышечкой по 6 и даже печень где-то не прожарилась ну режу так себе как делится как получается я не повар сразу говорю покрупнее чтобы в козро прожариться будет нормально все то что не парьтесь а если хотите какой-то эстетику есть много каналов и домохозяек таких профессиональных поваров вот один из каналов это начинающий блогеревший евгений мистеренко если кто не знает забейте она там уже на первом месте почти ну как уже на расскажу на первом все вот такими кубичками квадратиками кому как нравится можно вообще целыми закинуть все очень быстро чтоб не отвлекать ваше время и своё не терять когда люди сильно заняты там дела какие-то или игру на рыбалочку собираешься время ограничено это очень быстрое блюдо ну буквально если бы я все приготовил как говорится чуть-чуть бы постарался ну там буквально 10-15 минут печень готовится я думаю если не прав напишите я думаю крышкой закрою будет все нормально даже если что-то не прожарилась она дойдет так главное пальцы себе не отрезать ножичек маленький думаю много не отрежу какой чеснок чеснока много не бывает не переживайте он все равно там зажарится утушится ничего страшного не будет самое главное не пересолите потому что если пересолите уже обратно это не вернуть лучше не досолите как горят на пересол на столе ой ну ладно не буду вы сами догадаетесь так у кругу не подойдется чем проще был так то разлетается ничего страшного но это все заберем главное чтоб не с пола с пола не надо пол хотя чистый но все равно мало ли что там лежит надо потихонечку конечно это на плюсе не то что там прям бегу ну я представляю что завтра на его сегодня даже на рыбалочку надо четко перекусить а с вечера забыли все ребята видите как все быстро касса даже мужчина умеет готовить но мы это проверим умеет или не умеет ну конечно пробу с ним и это все сниму по-хорошему конечно будет еще что-нибудь там много же приправ ну я не так нормально добавил там видели луку жарится ничего страшного если я до большие кусочки это лохмоть и все будет нормально не переживайте так что вы сделали какие-то луковицы кругленькие маленькие ладно прям вот так вот вот так пусть он сейчас все равно он распадется все все отправляем смотреть какая вкуснота ветер красненькая еще печень не дожарилась нам же сразу перемешать и потом закроем крышечкой чтобы она как говорится дошла что-то сидят они прожарилась все равно прожариться уже по температуре смотрите уже красота какая так лучок вы разобьем поэтому даже если крупный попадается все будет нормально сильно так быстро конечно не мешает а что может выводиться все равно более планомерно так что у нас в печени я ведь еще внутри не готовы поэтому закроем крышечкой и так домохозяйки сразу прошу вас не смотреть ну можете ставить каши дизлайки какие-то свои рецепты что-то пишите может у вас еще какой-то вкусный блюдо ну смотрите вроде казалось намного жидкости а смотрите какой кайф вы на самый кайф с печенью когда она разваривается такая и водичка ну все думаю ничего нет кстати кстати да наверное надо нам все таки еще у своего соуса думаю маловато было поэтому лучше отмеряйте это была целая упаковка печени вы видели я не знаю сколько это грамм сами на ваше усмотрение ой ой пересолил ну сами смотрите либо соль либо печень давайте еще ракетчик офиганем а то что-то не сильно красненькая паприки уже не будем кетчупом можно что-то маловато кетчупа мне кажется тоже много не бывает то что много и если есть помидорки свежачок можно и помидорки ребята не пугайтесь это баночки это просто готовишь складываешь сестра моя наталья приносит бывает хавчик подкармливает подушая одинокий она думает я не умею готовить умирать голоду ну молодец спасибо ей большое так евгения подкармливает иногда вы сами видели пару роликов ну я не могу быть на хлебником я тоже должен уметь готовить я умею я учусь пусть даже сейчас что-то не получится но все равно я думаю будет вкусно смотрите уже какая красота видите а запах вы вы видели туда соседи все вешаются уже запах вообще кстати печень говяжью бы конечно еще бы молочко бы вымачивал она чуть погорче а курина на вот она ведь я разламываю на кусочком я очень большая была ну чтобы повкуснее как бы и кушать было эстетичней все ребята смотрите какой кайф тут можно потом представьте и подливчик сразу тут и гарнирши какой то макарошки картошечку можно пожарить отварить ну это уже на ваше усмотрение кто-то рис может любить перловку даже кстати да можно я на перловку сварю не буду снимать это конечно это долго все и нудно перловка долго очень варится ну я перловочку уже ну представьте для себя сразу эту сковородку закушали столько мяса я из конечно с гарнирчиком будет классно ну все смотрите уже да я думаю видно так камеру запотела нет мой друг и страшно впереди так близко камеру ладно мы уже смотрите уже можно сказать готова сейчас закроем минут на 10 чтобы я самое главное запомните что печень нельзя очень долго иначе она зажарится и будет жесткая давай куриными так ну все закрываем крышечкой но крышечкой закрыли ребята о пар пошел ложечку сюда все ребята потом сниму же пробу покажу что получилось перлов не буду снимать какой кайф так на ребята вот решил перловочку замутить все равно под шумок пока короче стакан перловки я не знаю подскажите и правильно неправильно для рыбы я так говорю даже меньше короче я стаканчик и три стакана воды если чё дольем посмотрим ну лишняя вода будет сольем поставим перловочку и конечно это скучновато не будем это все показывать давайте кто знает подскажите правильно неправильно все ладно тут осталось чуть-чуть спала с ним все учили на полную но я очень долго говорить не буду конечно вам все это снимать блин какая-то мутная помыть поди надо было но ничего страшного она же сварится если даже какие-то микробики были вот посмотрите тот что у нас кайф ребята тут запах стоит на всю квартиру не зная камера потеет нет но все можно мне кажется выключать да и пусть томится оставляем все равно на плите уже выключаем так что ребята приятного аппетита смотрите как это все быстро делается даже мужчина может не подготовлены все это сделать ну печенька же уже она была такими кусачками все убавляем на 0 и пусть она тушится перловкой следим я думаю на такая мутенькая как бы она же там все равно есть мелкая все перловочку все пробу снимем ой какой-то мусор ну мы сейчас это выловим конечно не буду дальше снимать сейчас выводим все ребята включусь уже на пробе сказать ребята самое главное помешиваем чтоб не пригорело даже когда выключили пока не перестанет кипеть может пригореть это настолько нежный продукт печень кстати можно мясо приготовить курочку кусочками ну там уж чуть подольше конечно будет печень очень быстро готовится я конечно посмотрю ролики может как правильно ну это мой рецепт чисто мой рецепт я никого не учу я просто показываю так ну что мне кажется должно пригореть смотрите видим вроде воды много до было посмотрите все это печень впитала весь майонез свой майонез соус соль не знаю зачем потом посолю но это еще раз говорю лучше не доставить и если пересолить и сами знаете как потом это все есть и работа какую-то воду опять доливать выпаривать но уже вкус будет не тот все можно закрывать я думаю уже не так сильно кипит все перловочку будем вылавливать мусорок ну и кажется надо было все таки и помыть через ситечко какой-нибудь промыть ну ладно поди не отравлюсь рыбка же кушает когда мы так просто раз и сварили так кстати мне кажется перчика маловато да как вы думаете давайте кому перчика счет добавим он потому что не такой острый это красный можно переборщить а этот душистый и заметьте видите сразу засыпал что после кибу и в конце чтобы запах весь остался обычно до приправы я знаю кто-то начале сыпит марину кто-то в конце советует а я и в начале и в конце если что-то остренько будет ну ничего страшного все потому что тут как говорится печи немного я не думаю что она прям будет конечно же перемешаем чтобы равномерно перчик можно конечно какой-то лавровый лист там базилик чё кто любит там какие-то хмели-сунели у меня она просто закончилась а камеры-сунели ну-ка да ведь она закончилась была бы я был кстати очень хорошая приправа паприки не будем можно было как холюса засыпать конечно весь ну и кетчупа хватает с кетчупом тоже не переборщите то будь кислятина потому что ну когда сильно много вот так еще можно разломать чтобы было повкуснее так что у нас печень ну-ка ну чуть-чуть видите розовенька есть ну все закрываем все равно надо идет уже не переживайте уже все равно паразитика всех убили я думаю знаете что в печени бывают паразитики особенно на лиме там в рыбной все ребята включаясь на пробу это готова печень скорее всего сейчас я попробую перловочку смотрите не забывайте приоткрывать крышечку если куда-то отлучитесь а ой ложка кто-то ко мне идет в гости ладно достанем новую ложечку чистенькую эту помою не буду вас задерживать главное не обожгитесь а с маленький кусочек возьмем да маленький попробуем если не готова сырая вы помните я позавчера хариуса сырого скушал я думал соленый ну ничего страшного он был замороженный перловку вам уже конечно не буду показывать это долгая песня обычно ее замачивать я слышал ну что замачивать на несколько часов часа на час на два шоу быстрее изготовил мне кажется торопиться некуда а вам ребята на рыбалку надо не забывайте поэтому ложитесь за спать не ждите видео это как бы еще она коротенькая на долго монтируется все равно пока туда-сюда и вас не буду этим грузить поэтому ложитесь а кому на рыбалочку ну кого кто хочет посмотрите видео же на ютюбе остается поэтому посмотрите им завтра послезавтра ничего страшного главное не обожгитесь мы ребята вот все в свет ну чуть-чуть солоноватый ну думаю с перловочкой помешается поэтому или соли меньше или соевого соуса все ребята подписываемся на канал на мой не забывайте евгению нестеренко у нее все это более эстетично шутками размеренно я думаю уже знаете так что на нее тоже обязательно подписывайтесь у меня в основном рыбалка у меня готовка то будет редко это если зайдет если будет дизлайков больше чем лайков а я тогда не буду готовить если вам не нравятся такие видео не забываем про мой розыгрыш небольшой до самый лучший комментарий я выберу не буду через эти программы как другие просто на свой выбор отпишусь человеку сразу скажу кто такой отпишу сел пусть он мне электронную почту свою или ватсап вышлет и я ему подарю ну пару воблеров и может даже три-четыре блесны разловленных мною может скорее всего даже это будут мэпсы настоящие и эти как они чтобы фоксы китайские тоже неплохо ловят ну настоящий там все ребята давайте всем не хвоста не чешуи